С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Депутаты окружного собрания готовятся к последней летней сессии, которая состоится 30 июня. Парламентарии готовят ряд социально значимых законов, среди которых поддержка частных детских садов, компенсация арендной платы младшему медицинскому персоналу, поддержка детей-инвалидов. Ликвидировать очередь в детские сады в Наренмаре и обеспечить равные условия получения дошкольного образования. Эти цели преследуют поправки в закон об образовании в Ненецком автономном округе. Они предполагают поддержку частных детских садов в части организации полноценного образовательного процесса. Сейчас у нас есть возможность в действующем законодательстве поддерживать только субсидии на образовательный процесс. Данный законопроект расширяет данную норму, и у нас появляется возможность выдавать субсидии на иное, то есть на все иные расходы, то есть включающие коммунальные услуги, включающие расходы по питанию, то есть организацию полностью полноценного частного детского сада. То есть вот эти условия. То есть равные абсолютно условия с государственными детскими садами. Благодаря окружной поддержке частные детские сады смогут снизить стоимость посещения до уровня государственных учреждений. Сегодня в округе она составляет не более 2000 рублей в месяц. Поддержку окажут и семьям, имеющим детей инвалидов. Им будет разрешено использовать материнский капитал на приобретение средств реабилитации. В Ненинском округе проживают порядка 20 семей, нуждающихся в такой поддержке. Таким образом, семьи, которые попали в такую ситуацию, которые имеют право на получение материнского капитала, смогут быстро решить этот вопрос. Законопроект был сегодня поддержан на заседании комитета. Я думаю, он будет принят и на сессии. Ещё один социально направленный законопроект призван создать благоприятные условия работникам здравоохранения. Документом предлагается младшему медицинскому персоналу выплачивать средства на аренду жилья. На сегодня такую выплату получают только врачи и средний медицинский персонал. Сумма составляет от 15 до 20 тысяч рублей в месяц в зависимости от семейного положения. Срок предоставления льготы – до 10 лет. Законопроект выровняет права всех категорий медицинских работников, которые будут получать средства на аренду, но уже в течение пяти лет. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы те люди, которые в течение пяти лет у нас здесь поработали и уже приняли решение свою жизнь, профессиональную деятельность связать с Ниньским автономным округом. То есть мы здесь им даём что-ли понять, что давайте принимайте решение. У нас есть ипотека, в том числе 5-процентная. И поэтому, чтобы они определились, и мы хотели, чтобы они работали у нас. Важно отметить, что субсидии, выплачиваемые работникам на прежних условиях, сохраняются в полной мере.